Кто-нибудь посетил эти церкви в Азии? Они находятся в Турции. В то время Турцию называли Азией. Я был во всех семи церквях. Я познакомился с этой географической местностью. И у меня было настоящее причастие с Богом, о котором я прочел в Откровении 2 и 3. Там говорится об этих изумительных церквях. И я был в них. Я просто стоял там и читал Слово Божье. И я сказал Богу, что я хочу получить все обещания, относящиеся к семи церквям Азии. Но Он ответил, «Милость и покой тебе! Покой от того, кто был здесь, и вернется сюда». И от семи духов Его трона. Вы думаете, что Его трон приблизительно такой же, как эта кафедра. Но я хочу вам сказать, что небесный трон Божий приблизительно такой же, как целый европейский континент. Вы читаете о том, что там происходит, о тысячах и десятках тысяч, которые там находятся, что все страдальцы живут у трона Божьего. Это просто невозможно представить. Величественный трон. Трон Отца, изумительный трон Сына, славный трон Святого Духа и все слуги Всевышнего. У этого трона сидят и двадцать четыре старца. Это поражает меня. Двадцать четыре особенных человека, живших когда-то на планете Земля. Я спросил, «Даровый Божий, почему же ты избрал только двадцати четырех?» За шесть тысяч лет ты избрал только двадцати четырех. Это, конечно же, исключает меня. Я и не надеюсь очутиться среди этих двадцать четырех. Вы здесь? Двадцать четыре старца, особенные люди. Они были в прекрасных отношениях с Священным Богом. Теперь их называют старшими, старейшинами. У них есть всегда, есть троны и короны. Они сидят внутри тронова Божьего. Здесь сказано о семи духах. И в Откровении 3.1 говорится, «Напиши ангелу Сардийской Церкви». Вот что говорит, «Владеющий семью Духами Божьими и семью звездами». Я знаю о ваших деяниях и о том, что вы считаетесь живыми, хотя на самом деле мертвы. Таким образом, мы видим, что семь духов Божьих функционируют так же в истории. Затем, в Откровении 4.5 сказано, «От престола исходило сверкание молнии». Вот почему такой большой. Раздавался и грохот, и раскат, и грома. И семь светильников горели перед престолом. Семь духов Божьих. И когда я начну их называть, вы скажете, «Да, это семь духов Бога». И вы хотите сказать, «Да, нам нужно углубиться в Откровение». Нам нужно в этом разобраться. И мне вот что хотелось сказать вам. Те, которые не любят книги Откровения, любят грех. Вам это нравится или нет, но это грех. Книга Откровения – это книга, которая притягивает вас к Богу, к возвращению Христа, к учреждению века Царства. И все это произойдет, несмотря на некоторых пятидесятнических проповедников, которые не знают этого. И ваше неверие ничего не меняет. Бог будет продолжать так, как Он собирался с самого начала. Итак, семь духов Божьих находятся перед троном, и семь светильников – это семь духов Божьих. В Откровении 5, 6 сказано, «Я увидел, что посреди престола, вот почему трон такой большой, посреди престола с четырьмя живыми созданиями, это будет что-то особенное». Эти личности так отличаются от остальной вселенной. Здесь сказано, что их четверо. С четырьмя живыми созданиями, и посреди старцев, 24 старца, «Стоит Агнец, и вид у Него такой, словно Его заклали. У Него семь рогов и семь глаз, и это Духи Божьи». Теперь последняя часть. «Посланных на землю». Это значит, что их служение на земле. Оно не там, наверху. Это здесь, внизу. И затем специально выделено, что они посланы на землю. Таким образом, это нужно принять. Теперь мы откроем книгу Исаии, глава 11, стих 2. «Дух Господа будет на этом ребенке». Говорится об Иисусе. «И Дух мудрости, разума, могущества и дара, и Дух понимания и почитания Господа». Я назвал их всех прямо здесь. Но переверните страницу, и давайте начнем. «Семь духов Божьих». Я и сам не совсем понимаю, зачем Богу понадобилось держать возле Себя этих семь духов. Эти духи – бессмертные создания, и формируют бессмертные эфиры. … … …. … … …